Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу показать вам свои покупки, свои заказы по седьмому каталогу Avon и заказ из интернет-магазина Ifroche. В общем, свои майские покупочки. Начну я, пожалуй, наверное, с Ifroche. Заказала я туалетную воду Naturel. Давно я ее хотела, все тестировала в бутике, присматривалась. Мне она понравилась. Как раз на весну сейчас и на лето будет очень здорово, как мне кажется. Флакончик водички выглядит вот так вот. В таких естественных природных оттенках. И зелененький, и голубой цвет. Обычная вот такая крышка. И здесь написано вот так вот. И Ifroche. Больше ничего здесь нет. Вот тут на донышке. Изготовлено во Франции. Здесь 75 мл. И упаковочка выглядит вот так. Здесь травка такая нарисована. И много я перечитала отзывов. И на фрагрантике читала. Кто что пишет, для кого, чем он пахнет. Я чувствую здесь ноты бергамота, лайма. Это абсолютно точно. Яблоко я здесь почему-то не чувствую. Я не знаю почему. И возможно это аромат травы. Ну не как пишут многие, что свежескошенной травы. Потому что вот мы, например, когда газон косим, мы вот аромат свежескошенной травы, он совершенно другой. Здесь аромат травы и чего-то растительного. Возможно какой-то коры деревьев. То есть есть какая-то некая горчинка. И плюс еще сладость. Я здесь чувствую жасмин. И давайте расскажу по ноткам и об аромате. Этот аромат выпущен в 2008 году. И принадлежит группе цветочной зеленой. Верхние нотки аромата это лимон, бергамот, бархатцы и зеленые яблоки. Но яблок как-то я так не очень ощущаю. В нотах сердца у него персиковый цвет и жасмин. На упаковочке даже написано, что абсолю жасмина. И в базе у него белый кедр, амбра и мускус. Вот. В общем довольно-таки такой интересный аромат. Но говорю, что если вы любите такие легкие ароматы, неприторные, может быть он где-то даже озоновый кому-то покажется. Многие его сравнивают с Dolce & Gabbana Light Blue. Но для меня, например, этот аромат абсолютно на Light Blue не похож. Ну в общем, заходите в бутики, тестируйте, если есть возможность. То есть на весну, лет, особенно на жару, мне кажется, такой аромат будет отлично. Носится, он не будет удушающий, приторный. Ну в общем, как я сказала в начале, да, что такой вот природный аромат. В общем, очень удачный. Мне очень понравился. Покупкой я довольна. Вот. И я его заказала с хорошей скидкой. Было спецпредложение. Я этот аромат, его обычная цена 2.300. Я его купила за 1618 рублей. 75 миллилитров. Это туалетная вода. Да, она не очень стойкая. На мне она держится буквально часа 4. Может быть вот так вот, да. Ну уже шлейф. Вот, хорошо, отчётливо я её слышу часа 2, потом уже шлейф идёт. Вот. Но для туалетной воды, в принципе, хорошо. Вот. И для чего я сделала заказ, собственно. Пришла замануха на электронную почту, что сделайте заказ и получите подарок. И в подарок шла вот такая вот сумочка-планшет из эко-кожи. То есть под кожу. Видите, кожа такая как будто грубая, свиная. На самом деле нет. Она очень мягкая и нежная. Я давно хотела что-то подобное. Именно чтобы сумочка была вот с такой вот ещё, то есть закрывашкой. Вот. Фурнитура здесь под золото, то есть золотого цвета. И ещё вот такие вот листики, то есть замочки в виде листиков. Здесь выбит вот такой принт цветочный. Она коричневого, тёмно-шоколадного цвета. Регулируемый ремешок. То есть вы можете носить как её бодикроссбэк через себя, да. И можете носить на плече, регулировать. То есть и так, и так. И внутри у неё идёт один кармашек маленький вот здесь. Но туда даже мобильный телефон не помещается. То есть кармашек, можно сказать, по сути бесполезный. Ну, в общем, сумкой я довольна. Качество довольно-таки неплохое. То есть для сумки вот такого вот формата. И давайте по размерам покажу. Вот каталог. Haven, например, да. Вот так. И по высоте вот так. То есть вполне себе такая сумочка. Можно туда даже планшет 10-дюймовый положить. Вот. И ещё я погуглила в интернете. И нашла промокод для получения подарка, который действовал как раз в те даты, когда я делала заказ. Вот. И получила ещё дополнительно к своему заказу подарок, сюрприз. Мне прислали вот такой вот гель для душа из серии. Жарман Дюмонт. Это калифорнийский миндаль. Это один из самых моих любимых гелей для душа и фраше. Потрясающий аромат у него. Я его просто обожаю. Он кремовый, нежный. Очень-очень классный. Если вы не пробовали, то я вам рекомендую его к покупке. Он очень классный. Вот. И также ещё я выбрала пробники. Причём три я выбрала. Это парфюмерная вода Вербена. Из серии Утро в саду. Потом ещё я выбрала вот такой вот антивозрастной пилинг. Если я не ошибаюсь, да, сером Вежиталь. Вот. И ещё я выбрала сыворотку. Тоже антивозрастную от морщин для выравнивания кожи. И ещё мне одну просто вот так положили. Не знаю за что. Четвёртую. Видимо, это будет какая-то новиночка. Ночной уход от морщин для моделирования контуров лица и шеи. Для всех типов кожи. Ну, тоже, в общем, приятно. Так что вот такие у меня получились покупки и фроши. Я очень довольна заказом. И покупки и подарки очень здорово. Вот. И теперь давайте покажу вам, что я заказала по каталогу 7 от Avon. К сожалению, не смогла заказать всё, что я хотела. Потому что, как обычно, оформляешь заказ и всё горит серым цветом. То есть ничего никогда в этой компании нет наличия. Даже то, что изображено в каталоге. Про распродажи я вообще молчу. То есть, хотя я буквально в первые дни оформляла заказ, как только каталог начал действовать. Вот. Но не суть. В общем, заказала я, как обычно, для своего мужа вот такой гель для бритья. Основной уход из серии Active Technology. Здесь 200 миллилитров. Хорошая здесь помпа. Гель густой. Он отлично пенится. Его хватает надолго. Он хорошо ухаживает за кожей. Муж очень доволен. Нравится ему. Далее. По демо предложению я заказала три вот таких вот спреи охлаждающих лосьона для ног. Мохита и лайм. Это новинка. Вот такие спреи. Очень их люблю. 100 миллилитров. Здесь распылитель. Мелко распыляет. Один я уже отнесла в ванную. Пользуюсь. Мне нравится. Приятный. Не могу сказать, что он очень прям сильно холодит, охлаждает. Но хорошо освежает и со своими задачами справляется. То есть, если вы любите такие вещи, то, мне кажется, на весну-лет это вообще очень актуально. Я люблю. То есть, идет и уход, и приятный аромат. Очень нравится вот эта серия Foodworks. Я неоднократно говорила об этом. Вот. И, в общем, по-моему, 285 рублей за три штучки. Ну, в общем, как-то так. Выгодно получилось. Далее. Заказала я из раздела для представителей, который на сайте. То есть, закрытая там какая-то распродажа. В общем, заказала я колечко. Колечко. Пришло оно в коробочке, как обычно упаковано. И кольцо называется Руби. Кольцо Руби размер 8. Размер 8. И написано, что это 17,5-18. Я померила свое кольцо, которое я ношу на безымянном пальце. Внутренний его диаметр оказалось 18 мм. Вот. И, в общем, заказала я вот такую восьмерочку. Это вот такое колечко. Написано, что оно посеребренное. Вот. С довольно-таки крупной такой полубусиной поджемчуг. Это акриловая бусина, конечно же, ненастоящая. И также идут вот такие стразики еще по периметру, по кругу вокруг нее. Ну, смотрится кольцо довольно-таки тоже по-весеннему. Так свежо, хорошо. Мне нравятся. У меня и серьги пусеты поджемчуг. Такие большие, которые обратно вот так одеваются. И я хотела к этим сережкам что-нибудь в комплект вот такое. Когда я делаю такой нежный розовый маникюр с цветочками, хочется именно что-то такое тоже нежное. В общем, вот такое кольцо Руби. Так что очень мне понравилось. Здесь видно, видите, с обратной стороны, что это акрил, пластик. Вот. И, в общем, вот такое кольцо. Покажу. Давайте еще сбоку. Вот. В общем, и мне по размеру оно тоже, в общем, на мой 18 миллиметров подошло, в общем, восьмерка. Вот. Понравилось. Там еще были такие сережки-гвоздики тоже. Вот такие. Но я как-то сережки-гвоздики не ношу. Но хотя, в принципе, можно было бы и взять. Смотрелось бы это, наверное, неплохо. Но у меня есть пусеты, поэтому, в общем, я воздержалась. И стоимость этого кольца, по-моему, 149 как-то так рублей. В общем, нормально. Также заказала я попробовать помаду, которая называется «Глянцевая помада-карандаш для губ». И сейчас, чтобы не перевирать, я покажу вам вот ее. Вот так она называется. И сейчас покажу. Вы ее узнаете в каталоге. Появилась она, наверное, каталога 3 назад. Вот такая вот помадка. Она как карандашик идет. Открываем. И вот что мы имеем. Это пластик такой, как бы это не дерево. Помада действительно, видите, глянцевая. Сегодня она у меня на губах с контуром. Контур красный я использовала и нанесла эту помаду. Помада ложится очень хорошо. Вы видите, какой хороший глянцевый финиш она дает. Давайте сделаю на всякий случай сводч на руке. Вот в один слой. И вот, например, в несколько. Помада ягодного цвета с явным малиновым потоном. И это у меня в оттенке «Краушет Роуз». Написано, что это производство Германия. Вот оттенок. Вот помада мне понравилась. Она не сушит кожу. Она разглаживает шелушинки. Она, мне кажется, увлажняет кожу губ. И она идет такая легкая, как помада «Бальзам». То есть она полупрозрачная. Полностью она вам пигмент губ не закроет. Но на лето то, что нужно. Прям прекрасно. Я еще хочу потом карамельное яблоко, что ли, оттенок. Хочу его еще попробовать. Стоимость помады 256, по-моему, рублей по каталогу. Вот. И что еще могу добавить? Не имеет привкуса. Не имеет запаха. Да. Не имеет. И, то есть, не скатывается никуда ничего. В общем, приятная и не липкая. В общем, я помадой довольна и смело могу вам рекомендовать. Отзывов на эту помаду в интернете нет. Я уже сделала фото с вотчей. Буду писать отзыв на нее. Когда напишу ту ссылочку на отзыв с фотками. Най-рекоменд я оставлю под этим видео внизу в описании. Так что, если заинтересовало, то переходите и читайте потом. Вот. Также я заказала еще вместе с новым каталогом пробничек вот такого вот нового аромата, который появляется в восьмом каталоге Avon. Это Cherish the Moment. Парфюмированная вода. Здесь в нотах идет черно-смородиновый ликер, орхидея и пачули. В принципе, в целом неплохой аромат. Он мне даже понравился. Но просто немножко не мое. Для меня это, ну, немножко сладковато. Хотя, в общем, аромат, как и всегда, на любителя, естественно. Я уверена, что он найдет своих почитателей. Вот. Ну, то есть, советую присмотреться. А что еще я заказала? Заказала я пробники. Много пробников. Заказала мужской и женский Mesmerize. Вот эти вот ароматы. В принципе, в целом мне понравились оба. И мужской, и женский. Приобретать, я думаю, что пока не буду. Мужской точно не буду. Хотя он мне немножко чем-то, знаете, напомнил Диор Саваж. У нас есть Диор Саваж у мужа. Ну, за счет того, что здесь идут нотки розового перца. Самый верх. То есть, он так же начинается. Вот. И женский аромат мне вот этот понравился. Он идет такой, для меня лично, он идет вечерний. И как здесь написано в описании, чарующий и страстный. Для тебя и для него. Вот для меня действительно он такой вот насыщенный. В женском аромате ноты идут мандарин, эссенция, жасмина и бобы тонко. То есть, он такой теплый, укутывающий, мне кажется, аромат. А мужской аромат, он идет восточно-древесный, розовый перец, мускатный орех и кедр. В общем, два аромата достойные. Мне они понравились. Вот. Также я заказывала пробничек. На сайте было написано Avon Love. Я думала, что это пробник вот этого аромата. Но этот аромат называется In Love. Я потерла страничку. Мне этот аромат приглянулся. Покупать я его не буду, но с удовольствием я бы приобрела пробник. Потому что цветочная композиция. Здесь идет лилия, розовый пион и мускус. В принципе, имеет место быть, но только в отдельных каких-то случаях. Вот тоже, конечно, для меня не на лето. Вот. Больше на осень, наверное, я бы такое могла носить. Но не на каждый день, а именно, я не знаю, может быть, раз в месяц. То есть, куда-то выгулять. Вот. Но он неплохой. Но пробник, по-моему, я приобрела совершенно не то. Вот. И еще я заказала пробник вот такого аромата. Это Outspoken Party by Fiorgio. Понравился мне очень. Здесь у него в нотках идет малина, пион и сандал. Классный. Действительно классный. Вот. И еще я заказывала пробнички ароматов. Это, по-моему, молодежная серия. Avon Be Fun и Be Romantic. Вот. Be Fun мне как-то не очень понравился. А Be Romantic очень даже ничего такой приятненький. Вот. В общем, про ароматы я все рассказала. И еще я получила за 5 рублей от компании в подарок вот такую вот парочку. Называется набор «Нужные вещи». Вот это черно-коричневая тушь Super Shock. Всем известная. И вот такой вот бальзамчик для губ. Ультра сияющий. В оттенке Crystal Lilac. Вот. Ну, открывать ни то, ни другое не буду, потому что сама я тушью от Avon не пользуюсь. Я боюсь, что может быть аллергия. Хотя я знаю, что очень многие любят ее и заказывают. И она действительно хорошая. Но просто я как бы предпочитаю тушь использовать от Faberlic. Вот. Поэтому оставлю ее либо для подарочков, либо еще для каких-то целей. И блеск для губ. Также у меня есть подобный. Вот такой открытый, который мне очень нравится. В оттенке Renewing Rose. Вот. Это разные серии. Вот это ультра блестящий, а это какой-то сияющий. И вот этот вот, где абсолют, вот слово написано, Вот он мне нравится больше. Вот этот, мне кажется, он липковат. И этот он содержит шиммер. Здесь блестки есть. В нем. Вот. В общем, вроде бы все показала. Все свои покупочки. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть мои заказики. Если вам обзор понравился, то ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я на них обязательно отвечу. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok